И так, почему же я вам не отвечал? Потому что я все время находился на краю могилы. Я должен был поэтому использовать каждый момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью. Надеюсь, что этого объяснения достаточно. Я смеюсь над так называемыми практичными людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине непрактичным, если бы подохни, закончив полностью своей книги хотя бы только в рукописи. Из письма Карла Маркса в год первого издания «Капитала». «Капитал» Карла Маркса был издан в 1867 году в Гамбурге. «Книга эта, — писал Фридрих Энгельс, — результат научной работы целой жизни. Это политическая экономия рабочего класса в ее научном выражении. Здесь дело идет не об агитационных фразах, а о строго научных выводах. Как бы ни относиться к социализму, все же всякий должен будет признать, что здесь социализм впервые изложен научно». «Впервые изложен научно». К этим словам Энгельса, пожалуй, нужно бы добавить вот еще что. «Никогда прежде научное изложение не приобретало столь блестящей литературно-художественной формы». Говорит старший научный сотрудник Института марксизма и ленинизма при ЦК КПСС Владимир Сазонов. «И вот еще что важно подчеркнуть. Для Маркса литературная форма, стиль научного произведения никогда не были самоцелью, своего рода данью эстетству. Маркс считал, что идеологическое оружие должно быть хорошо отточено со всех сторон, в том числе и с литературной. А что капитал был идеологическим оружием, несомненно. Не случайно Маркс назвал его самым страшным снарядом, когда-либо пущенным в голову буржуа и земельных собственников. И идеологическое оружие, будучи хорошо отточенным, должно было лучше служить целям борьбы. Именно высокая эмоциональная насыщенность капитала, зримый ряд конкретных образов, содержащихся в этой книге, помогали читателю лучше усвоить мысли капитала и порождали своеобразные ассоциации. А у художников, которые обращались к этой книге, вызывали творческий импульс к переводу языка идей, образов капитала на язык книжной графики, иллюстрации, и даже на язык кино. Пора научиться делать вещи непосредственно из лозунга. Капитальный этот труд будет делаться по либретто Карла Маркса и будет именоваться «Капитал». Писал в 1928 году выдающийся кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Нащупывая пути к отображению средствами кит идейно-образного содержания капитала, Эйзенштейн размышлял так. Великому творцу удается сохранить в теоретическом сочинении всю страстность произведения искусства с одной стороны и с другой стороны всю свою идеологическую мудрость заключить в затейливые узлы сказок, которые мог рассказывать своим дочуркам на прогулках Карл Маркс. Одна из этих сказок о волшебнике Ганси Рёкли. Он имел игрушечную лавку и всегда был в стеснённых обстоятельствах. Его лавка была полна самых чудесных вещей. Но хотя Ганс и был волшебником, он никогда не мог уплатить свои долги и потому был вынужден постоянно продавать свои игрушки дьяволу. Однако после многих удивительных приключений все эти вещи в конце концов всегда возвращались в лавку Ганса Рёкли. И если мы вспомним, что годы, когда Маркс рассказывал эту сказку детям, были как раз годами его работы над первым томом Капитала, сопоставим сюжет этого гениального произведения с сюжетом сказки, то поневоле напрашивается мысль. Не выводит ли он в лице Ганса Рёкли рабочего, эксплуатируемого дьяволом, то есть капиталистом? Не являются ли чудесные игрушки Ганса Рёкли его рабочей силой, которая ежедневно продаётся капиталисту и ежедневно же возвращается обратно рабочим? Не перевёл ли Маркс в этой сказке свой капитал на язык детской фантазии? Я думаю, говорит Эйзенштейн, было бы вернее сказать, что Маркс не переводил с языка на язык, а что в зависимости от аудитории и слушателей он непосредственно выражал тот же строй идей один раз языком логики, другой раз языком образов. Один раз языком логики и один раз языком образов. Думается, что великий режиссёр здесь не совсем прав. Ведь кто-кто, а Эйзенштейн лучше многих знал стилевые особенности капитала. И мне кажется, что Марксу, который всегда добивался того, чтобы все его работы, в том числе и капитал, были доступны и понятны рабочим, в очень большой степени было присуще то, что я назвал бы образной идейностью или идейностью образов. Разумеется, Маркс прекрасно понимал, что ум ребёнка и ум простого рабочего не одинаковы. И в то же самое время он хорошо знал, что неразвитый ум ребёнка и неразвитый ум рабочего, человека, обременённого тяжким физическим трудом, во многом схожи. Тем не менее, в отличие от многих ранних утопистов-социалистов, которые предлагали трудящимся в буквальном смысле слова своей сказки утопии, Маркс разговаривал с трудящимися иначе. Он не нагибался к рабочему, как к ребёнку, а старался поднять его постепенно от уровня образных обобщений, важнейших явлений реального мира до уровня обобщений теоретических, до уровня абстракций, насыщая эти свои обобщения, абстракции конкретными, реальными, живыми образами. К сожалению, Эйзенштейну не удалось реализовать мечту об экранизации капитала. Как свидетельствует сам режиссёр, сложное время конца 20-х годов и личные указания по этому поводу со стороны Сталина в беседе с ним о более первоочередных заданиях заставили отсрочить выполнение этой темы. Отсрочка оказалась столь длительной, что режиссёру для осуществления замысла не хватило жизни. К образному прочтению капитала обратился в 20-е годы и американский художник Хьюго Геллерд. Он создал серию литографий. Свои графические произведения Геллерд подарил нашей стране. Но и эти работы в качестве иллюстрации так и не были использованы ни в одном из многочисленных последующих изданий капитала. КОНЕЦ Что же стояло на пути к реализации творческих замыслов? Возможно, помешала какая-то общая установка неприкосновенности к великому имени Маркса? А может быть, просто не пришло ещё время? Должны были пройти десятилетия беспощадной борьбы крайних мнений вокруг марксизма. С одной стороны, капитал подвергался жесточайшей критике и уничтожающим обвинениям в ограниченности и отрыве от жизни. С другой стороны, ему воспевали восторженные дифирамбы, возводя до уровня чего-то святого и догматического. Более ста лет прошло со дня выхода в свет капитала, прежде чем появилось первое в мире его иллюстрированное издание. Молодые киевские художники графики Михаил Шевченко и Евгений Матвеев отважились на этот дерзкий шаг. Перед нами стояла задача в общем-то простая. Чисто оформительскими какими-то способами сделать три элемента. Футляр, переплёт и титул. Ну, мы могли сделать это на шрифте, могли добавить туда виньетки какие-то. Но в этот момент у нас был какой-то заряд такой, запал. Мы были очень увлечены политической графикой, работали в группе. И нам с Мишей захотелось отразить какую-то общую, глобальную идею труда Маркса. Вот выразить в какой-то одной картинке, которая на футляре здесь представлена, ну, вот эту всю идею от угнетения к переходу к борьбе, к баррикадам, ко всем вот этим вот... По сути, это вообще, в принципе, функциональная задача суперобложки или футляров книги, как правило. Самое главное, что из книги некий такой всеобъемлющий элемент произведения. И получилось так, что этот элемент нам удался просто. Может, это не скромно, но тем не менее, по признанию художников, худсовете показали. Худсовета оценили достаточно высоко. И мы вдруг почувствовали в себе какие-то силы и потенцию, может, более глубокому... Да мы его поставили, более глубокому... Красивый какой-то был, потому что мы его в материале выполнили, реально это была книга, блок пустой, правда, внутри текста не было. Просто красивый. Так повернули, так повернули, видно было, что она получалась. И захотелось как-то вот продлить дальше, выполнить задачу более серьезную, что ли. Ну, по институту это мы знаем, что в общем-то труд такой суховатый. Студенты его не любят читать, потому что он такой догматичный. Главное, что он такой очень толстый, большой. Ну, трудность работать. Отпудивающий, будем так говорить. Это не догматичный, это я неверное слово сказал. Ну, мы поставили задачу прочесть, вникнуть уже буквально насильственным путем себя чуть ли не принудили. А потом вдруг обнаружили, что он читается достаточно легко, достаточно яркий образ. И мы увидели Маркса не просто каким-то постаметом, а человека. Мы увидели не просто каких-то отличных продавцов, покупателей и прочих, так сказать, угнетенных и угнетателей. Мы увидели живых людей даже со своей какой-то атрибутикой присущей 19 века. Тут уже сработала фантазия, честно профессиональная. И мы вдруг поняли, что это все, в принципе, мы в состоянии оживить. Мы еще не видели, может быть, какой-то стилистической формы. Но увидели... Зарительный образ уже возникал. Увидели живую душу капитала, если можно так выразиться. И этот зрительный образ нас, в общем-то, позволял нам, что ли, выплеснуть эмоции. Вот чисто вот этот эмоциональный заряд нам это позволял сделать. Они открыли для себя живую душу капитала. Доверились тем образным ассоциациям, которые возникали у них при чтении Маркса. Может быть, их вдохновили эти марксовые строки? Как в религии над человеком господствует продукт его собственной головы, так при капиталистическом производстве над ним господствует продукт его собственных рук? А может быть, образность языка Маркса художники увидели здесь? Своеобразный характер материала, с которым имеет дело политическая экономия, вызывает на арену борьбы против свободного научного исследования самые яростные, самые низменные и самые отвратительные страсти человеческой души фурии частного интереса. А может быть, их взволновали эти слова? Если деньги рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке, то новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор с головы до пят. История экспроприации вписана в летописи человечества пламенеющим языком крови и огня. Страдания, гнев, ирония, сарказм, сколько эмоциональных красок использовал Маркс в книге, чтобы достучаться к своим читателям. И то, что автору удалось слить воедино строгость научного доказательства и поэтическую образность мыслей, поставило капитал в ряд редких творений человеческого гения, осветивших как прошлое и настоящее, так и великое будущее мира. То будущее, за которое сегодня развернулась грандиозная битва. «Мир развивается не по Марксу», твердят силы реакции. «Мир развивается по Марксу», убеждены силы прогресса. Но марксизм не сборник рецептов на все случаи жизни, не панацея от всех болезней. Потому так свежо и жизненно, так убедительно звучат сегодня слова Ленина. «Наше учение не догма, а руководство для действия». В этом классическом положении с замечательной силой и выразительностью подчеркнута та сторона марксизма, которая сплошь до рядом упускается из виду. А упуская ее из виду, мы делаем марксизм односторонним, уродливым, мертвым. Мы вынимаем из него его душу живу. Мы подрываем его связь с определенными практическими задачами эпохи, которые могут меняться при каждом новом повороте истории. КОНЕЦ КОНЕЦ